Кубань – сельскохозяйственный регион. Хорошие климатические условия и плодородная почва позволяют достаточно успешно заниматься сельским хозяйством, при этом решая сразу несколько экономически важных вопросов. Во-первых, благодаря развитию фермерских и личных подсобных хозяйств создаются новые рабочие места. Во-вторых, население обеспечивается свежими экологически чистыми продуктами. Подробности смотрите в следующем сюжете выпуска. В Славянском районе работает 111 крестьянско-фермерских и 24 тысячи личных подсобных хозяйств. В прошлом году ими было выращено 22 тысячи тонн овощей, произведено более 5 тысяч тонн мяса, 17 тысяч тонн молока. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Станицы Петровской Олег Панкеев выращиванием овощей занимается 4 года. Под теплицами занято 2,5 гектара. На их строительство получили субсидии от государства. Субсидия от государства подразумевает собой, что это на строительство новых теплиц компенсация в размере 350 рублей за квадратный метр. Мы получили полностью там овоща, мы все получили с субсидией. В тепличном хозяйстве выращивают перец, помидоры, огурцы, баклажаны. Одним словом, все, что нужно населению. А с прошлого года начали выращивать и клубнику, к сбору которой приступили в середине марта. Клубника экологически чистая, видите, сам ем, не моет. В этом году клубника поспела на неделю позже. Холодная зима и отсутствие солнечной погоды сказались на сроках созревания и сладости ягоды. Но фермер уверен, что все удастся наверстать. Погода очень в этом году подвела, подвела. Зима очень не свойственна на Кубани была. Сейчас солнца не хватает. Ягода сладкая, с импортной даже не сравнится, но будет еще лучше. В восьми теплицах выращивают 100 тысяч кустов клубники. Основной сорт Клэри – 90 тысяч, а также Альба и Азия – 10 тысяч. Продукцию продают мелким оптом по району, а также розницей через соцсети. Прошлогодняя пандемия сказалась в том, что когда закрылись рынки, начали продавать все через социальные сети. Так как бы и продолжили, наработали клиентов с шестого года, поэтому дальше продолжаем вести розничную торговлю. В планах развивать производство и совершенствовать свою работу, обеспечивая жителей района свежими, экологически чистыми овощами и ягодой. Анна Монастуренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастуренко, Георгий Калинин, программа «События».